оккупация сомали тоже нет тоже не америка когда про какой год вы говорите что против ирака террор против ирака в чем выражался террор против 94 96 вы не знаете что выражался террор против америка не участвовала там чем выражался террор против ирака так погодите америка официально извинилась за это за что за это за что вы сейчас скачете с тему на тему очагов тв представляет здравствуйте у вас звук нормальный без эхо тут вы знаете 9 9 случаях из 10 вы невозможно разговаривать вообще с людьми на правда это очень неудобно да а вы из какого города есть москвы я в калифорнии живу калифорния да у вас виден подключен ну да конечно что вам кто тут попадается вы знаете в основном очень такие неприятные собеседники даже не в плане сути разговора в плане формы да они кричат ругаются матом оскорбляют ну и так далее и так далее то есть диалог найти с кем-то ну как был шансов немного редко случается такое а слава богу это чат рулетка можно сразу перемотать людей этим ну да но хочется мне например хочется поговорить узнать реально мнение людей там на это острые темы да вот ну ну ладно это они а вы вы адекватный человек надеюсь что да да я беседую тут на тему отношений между россией и украиной до войны между этими странами давайте поговорим вот алифорнии живете вообще русские ли вы из украины нет я родом из россии сам я русский по национальности украине я не имею отношения и вообще сразу хочу сказать что я очень патриотично мне зачастую здесь говорят о том что мы насмотрены своих новостей в нашей стране и они какие-то неправильные некорректные а вот они корректные только в какой-то другой стране возможно вот но я все-таки такого мнения уж если нас обманывают кому верить не знаешь и лучше верить ну будучи в своей стране лучше верить смотрите я понял вашу ваш подход да смотрите во первых как бы верить никому не надо ну вот я считаю да никому не надо верить не той стороне не этой а надо просто брать информационные какие-то источники то есть там все виды информации документы например факты видео видео и и из тех источников которым большей частью можно доверять вот я придерживаюсь вот именно вот такой политики в этом и я думаю что и та информация которую я выдаю на гора она все-таки чаще всего является скорее достоверный чем недостоверны вот а то что вы сказали к своей стране завидую вашей уверенности но я вам хочу сказать что я прожила 40 лет мне 41 год раньше я смотрела новости я была уверена что меня там не дезинформирует никак а вот но после того как началась вот эта специально военная операция да я вижу но всячески видео там со стороны украины стороны нашей опять же опять же когда мы смотрим видео даже это я не виду телеграм например на вот такие источники в телеграме когда я вижу видео со стороны украины я понимаю что я не могу даже определить это вообще со стороны украины вот это видео или это не знаю с какой стороны честно очень сложно определить где правда потому я предпочитаю все-таки придерживаться знаете ну придерживаться политики своей страны потому что я понимаю что если я не понимаю где правда каких-то источников которые предоставляют в моей стране то я понимаю что это также самое также может быть и в другой стране я понял вашу точку зрения зрения определяете достоверность источник вот у меня не могло определить я понял у меня в связи с этим к вам вопрос давайте конкретно да потому что вот какие глобальные вопросы вот вы так сказать считаете что и тут могут врать и тут могут врать поэтому у меня нет как бы свое мнение поэтому я придерживаюсь то что мне ближе к телу то есть своя страна где живу вот какие глобальные вопросы попадают под эту статью давайте с вами какой-нибудь из них или какие-нибудь обсудим с удовольствием вопросы глобальные по поводу по поводу того что вам непонятно вы сказали мне могут тут врать про это и тут про это про что это вот это это вот этот вопрос поднимите сейчас мы его обсудим с вами о чем речь да хорошо давайте знаете какой больше всего меня вопрос интересует причина этой войны ну понимаете как причины этой войны это так или иначе будут мысли кого-то об этом потому что на самом деле причины войны и причина войны со стороны украины как понять со стороны украины ничего не понял ведь это россия напала на украину как понять со стороны украины россия разве нападала на украину вот видите вот То есть вы сомневаетесь, что Россия напала на Украину, правильно? Нет войны. В России есть специальная военная операция. Россия напала на Украину или нет? Как напала? Защищала свои... Нет, нет, вы просто можете отвечать конкретно. Я конкретно вопрос задал. Напала ли Россия на Украину, да или нет? Как вы считаете? Фактически, если вы имеете ввиду, зашла ли Россия на территорию Украины, да, зашла. С оружием в руках. Это называется нападение. Совершенно верно. С оружием в руках, стреляющим при этом. Это и называется нападение. То есть мы пришли к тому, что Россия напала на Украину. Этот вопрос прояснили. Какие еще есть вопросы? И что и причина какая? Слишком много, целый букет причин, огромный букет причин. Какие причины перевешивают, какие являются там основополагающими, какие мелкие. Это очень сложно сказать. Но я вам могу сказать свое мнение об этом. Пожалуйста. Почему Россия напала, как мы с вами выяснили, на Украину? Так вот. Она напала на Украину, потому что путинской власти и лично Путину, естественно. Ну, коллективного Путина. Когда я буду говорить Путин, вот это называется коллективный, но он, конечно, стоит на самом верху. Он фактически единовлатный владелец страны. Так вот, Путин, когда увидел, что Украина реально собирается в Евросоюз, когда Украина начала процесс, Янукович должен был там через три дня подписать ассоциативное членство в Евросоюз. Ну, это самый такой мелкий шажок, но это шаг, по крайней мере, туда, в сторону цивилизации, в сторону демократии, в сторону благополучной жизни. Вот. И после того, как Украина встала на этот путь, Путин послал своих гонцов, как вы знаете. Они приехали там по разным источникам. Три миллиарда привезли. Пять, кто говорит, миллиардов долларов Януковичу. Януковичу. В каком виде уже? Десятый вопрос. Ну, неважно. Факт тот, что они приехали, поградили ему, знаете, кнутый пряник, и в результате Янукович отказался это подписывать. Так вот, когда Путин увидел, Путин послал этих гонцов, потому что он увидел, что если Украина пойдет туда, и она начнет очень быстро опережать по уровню жизни Россию, на которую свалился долларовый дождь. Много-много лет. И продолжает падать на Россию. С этими деньгами уже это Дубай, ваша страна должна была стать, там, Эмиратами, да? Вот. А ваша страна нищая, погрязшая в нищету страна. И самый лучший способ для того, чтобы народ удерживать в повиновении, власть вас обворовывает, вытирает о вас ноги. И для того, чтобы вы не начали вдруг роптать, Путин, вот эту маленькую победоносную войну, это всегда лучший способ отвлечь от своих проблем внутренних. Ему удалось. С Крымом ему это удалось. Надо отдать ему должное, да, с несколькими всего смертями, там, без боев, скажем, в обширных. Он захватил Крым, и гнойник еще начал расковыривать на Донбассе. Это ему удалось. Вот для чего это все началось. Война ведь началась в 2014 году. Так. То есть это сделано для того, чтобы... Что? Как-то влиять на граждан России? Да, если коротко и примитивно. Я же вам попытался объяснить, более, так сказать, обширно это, да? Но если коротко сказать, да, именно для этого. Именно для этого. Чтобы он стал император, завоеватель земель, там, Второй Петр Первый, знаете, типа такое. Так, ладно. Но вы живете в Америке, правильно? Я в Калифорнии живу, в Америке, да. А вы знаете подобные войны, которые затеивала Америка, например? Подобные войны Америка никогда, нигде, ни с кем не затеивала. Ни с кем? Да. Так. Более того, подождите, одна поправочка. Одну секундочку, подождите. Одну поправочку, подождите. В 1975 году, просто, я к чему говорю, в 1975 году, если я не ошибаюсь, в 1975 или 1976, в Хельсинки был подписан международный договор, который подписал и Советский Союз, ну и там, что страны перестали, остановились на дележе территорий мировых. Вот по итогам второй страны, подписавшие это, признали, что мир разделен по итогам Второй мировой войны. И нельзя его больше, и не будем делить. Вот Россия, это первая страна после Второй мировой. А до этого можно было, да? До этого тоже нельзя было, но не было соглашения между... Смотрите, до этого считалось доблестью. Нет, погодите, вы уже сказали, погодите, вы сейчас сказали, что Путин, наш президент, затеял эту войну... Чтобы удерживать вас в повиновении, вытирать о вас ноги и обворовывать. Совершенно верно. Давайте посмотрим на Америку теперь, вы живете в Америке. Давайте, давайте посмотрим. Это, ну, мы, да, представили, Россия воюет сейчас с Украиной. Да. Давайте посмотрим Америку. 1622 год. Я же вам не зря упомянул про этот договор. Дайте мне рассказать мою мысль. Ну, погодите, ну, мы же с вами разумные люди. Давайте, вы сказали, Россия напала на Украину ради того, чтобы Путин подтвердил там свое какое-то превосходство. Хорошо. Давайте посмотрим, что сделала Америка. 1622 год. Я скажу, вы не знаете, я скажу. Нападение на индейцев в Джеймстауне. Так? 35-36 год. Это Америка напала на индейцев? Да. Слово с индейцами. Или просто из других стран приехали люди, англичане, португальцы, испанцы. И начали там проводить, геноцидить индейцев. Причем тут Америка. А, это не Америка. Мы сейчас говорим о стране, правда. Вы путаете понятия, понимаете. Вы путаете понятия. И поэтому вы не можете понять элементарных вещей, потому что вы одни понятия подменяете другими. Давайте 82-й год. Более того, смотрите, значит, раньше считалось доблестью захватывать чужие земли, завоевывать чужие земли. В 82-м году это считалось доблестью? В каком 82-м году? В 82-м году. Войск на... Подождите, до нашей эры 82-й или какой конкретно год, скажите? 1980-й год. Так скажи, я не понимаю, о чем речь. Так, что было в 82-м году, давайте? В Египет. Что в Египет? Вот войск в Египет. Каких войск в Египет? Не Америка? Я не знаю. Это вы же говорите. Каких войск в 82-м году кто ввел, на ком основании? Давайте обсудим конкретно. Давайте еще. И сколько египетских земель захватила Америка сразу? Давайте. Вот как сейчас Россия захватывает, присоединяет. Сколько земель к себе Америка присоединила? Сейчас это стало важно для вас. Естественно. Хорошо. Давайте 90-е годы. Об этом и речь. О захватнической войне речь, конечно. Войны продолжаются. Охлубания. Попытка свержения правительства в Албании. Какой год? Кто на кого напал? Чьи земли кто захватил? Давайте. Смотрите. Вы не знаете, что сказать. Я понимаю. Погодите. Попытка свержения правительства Албании. Кто участвовал там? Не знаю. Кто там участвовал? Не знаю. Так кто там участвовал? А вы знаете? Ну, я же про Америку вам говорю. Кто участвовал в попытке свержения власти албанской? Власть албанской, которая представляла интересы Сербии. Так. Албанская власть представляла интерес Сербии. Помогала в Украине. О чем вы говорите? Вы вообще разобрались, что там творилось, если вы говорите о Югославской войне? Оккупация в Сомали тоже нет, да? Тоже не Америка. Когда? Про какой год вы говорите? Давайте конкретно. Террор против Ирака тоже не Америка, да? Что против Ирака? Террор против Ирака. В чем выражался террор против Ирака? 94-96. Вы не знаете, что такое Ирак? В чем выражался террор против Ирака? Америка не участвовала там? В чем выражался террор против Ирака? Так, погодите, Америка официально извинилась за это? За что? Перед Ираком За что за это? За что за это? Вы серьезно, блин, сейчас? Да, серьезно, конечно Ну вы перестаньте, блин Мы с вами разговариваем Нет, мы с вами нормально разговариваем, смотрите То есть вы говорите о том, что Путин придумал эту войну Вы сейчас скачете с тему на тему Ну видите, вот это другой Вы относитесь к другой категории людей Которая не матерится, не кричит, понимаете? Но вы скачете просто с темы на тему Вы не хотите разобрать одну какую-то тему Вы прыгаете с одной тему Индейцы Потом Ирак Югославия А я вам задаю конкретный вопрос Вы не можете на него ответить Элементарный вопрос Какой теракт? Кто терроризировал Ирак? Где Америка перед Ираком извинилась за то, что она его терроризировала? 1662 года Где кто извинился? Из американцев перед Ираком за то, что они терроризировали Официально извинилась перед Ираком Когда? За то, что она наступала... Как это правильно сказать? Что она участвовала? Не участвовала? Блин, сейчас скажу Что вы смеетесь? Мне кажется, вы слышали звон и не знаете где он Это очень смеяться, когда говорите, что один политик придумал себе какую-то историю, там, не знаю, войну, целую войну развязать ради того, чтобы стать там кем? Царем? Да он и так царь Так вот, для того, чтобы его трон не шатался Ему не нужна война на Украине Для того, чтобы трон не шатался Вы еще Россию с кем-то срали? Для того, чтобы трон не шатался Именно для этого Для того, чтобы он не шатался, понимаете? Путин и развязал эту войну Этого не может понимать только слепец Глупец Почему вы говорите? Или человек, который просто не хочет этого видеть Понимаете, это вот к третьей категории относитесь вы Вы правильно сказали Что вы не хотите этого видеть Вам удобно И с тем, что вы живете в стране Не чувствовать себя под лицом, понимаете? Вам удобно жить в России И для того, чтобы не чувствовать себя под лицом Вы для себя вот такую вот парадигму вывели Все врут Поэтому я лучше буду принимать наше болотное вранье российское Понимаете? Ну, вот и все Источники, которые единственные достоверные Какие? Ну, вы сказали мне Что у вас есть какие-то источники достоверные Где вы черпаете правду Совершенно верно Если мы с вами сейчас возьмем какой-то факт один Если вы проскакали вот так вот По десяти этим самым Давайте какую-то одну возьмем войну Ирак, Америка вы хотите разобрать? Давайте разберем Давайте О каком годе вы говорите? Кто перед кем извинялся? Давайте Я послушаю А вы не знаете Нет, я не знаю Каким образом Америка терроризировала Ирак? Расскажите, пожалуйста Вы не считаете, что в 2003 году Кто там был у нас президентом у вас? Кто был? Так вы про 2003 год говорите сейчас? Да А вы же говорили 94-96 Что-то вы скачете опять Потому что Слушайте Давайте так Когда В каком году Америка извинилась перед Ираком? Давайте Давайте по одному вопросу Закроем его и идем дальше Вы скачете, понимаете? Вы не понимаете сами О чем вы говорите Причем говорите полный набор фраз Ерунду Не связанных ни с собой Ни со здравым смыслом Так В каком году Америка извинилась за свой терроризм по отношению к Ираку? Вот первый вопрос Год, пожалуйста 2011 год Так За терроризм, который проводился в какие годы? В 2003 году Так Кто извинился в 2011 году перед Ираком за терроризм, который Америка против него проводила? Кто? Представитель Америки Я не знаю, кто там был А, вы не знаете А кто вам? Скобеева рассказала? И вы ей поверили, да? А-а А-а Ну понятно А кто вам рассказал, что Путин придумал эту войну ради того, чтобы быть каким-то царем? Я же вам ответил, что это мое мнение Потому что причин я вам сразу сказал Вы, наверное, меня не услышали или не поняли Еще раз Для особо понятных Смотрите Причин очень много Их огромный свод Но Если их свести воедино, сконцентрировать Я же не закончил ответ Не перебивайте меня Я вывел для себя такой Я вывел для себя ответ Я вывел для себя ответ Смотрите, я лично для себя Из этого огромного свода причин Я для себя вывел такой ответ Который является концентрацией всего остального Что просто А, все, да? Что-то я и не сомневался, что она сольется Ну, женщина Я вот реально, вы знаете Я честно думал Неужели попался собеседник Думчивый Или какой-то Который умеет говорить по фактам Или который умеет хотя бы дослушивать до конца мысль И не только слушать, но и слышать ее Ничего подобного Она прыгает туда-сюда Потом ищет Кто извинялся Ничего не находит Говорит А вы что, сами не знаете? Вот это ее все аргументы Даже не знаю, друзья мои Как назвать этот ролик? Разумный собеседник в кавычках Более-не-менее назвать Собеседница, да Вот, ну, как-то даже Даже в кавычках слово разумный К ней явно не подходит А вот что-то с тем, что ей так удобно Ей удобней Все врут Но я лучше буду верить Я знаю, что они тоже врут в нашей власти, да? Ну, по ее логике Я буду им верить, потому что я тут живу Так удобней Так легче и проще и меньше болит Помните, как в той песне было? Не правда ли? Не правда ли? Так меньше болит? Вот примерно так можно и ролик назвать, друзья мои Так меньше болит Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok